Красноярск на следующей неделе начнут приводить в порядок после зимы. Отмывать Ленина, скамейки, собирать мусор. Продлится такой марафон чистоты до начала июня, но это все планы города. А вот за вид дворов отвечают управляющие компании и сами жители. Мы пригласили Романа Казакова, чтобы поговорить, как стать частью такого городского челленджа и порадоваться, что ты тоже приложил свою руку к чистоте любимого города. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Вот я много лет живу в Красноярске, ни разу не видела призывов управляющих компаний присоединиться к субботнику. Хотя в моем детстве соседи часто выходили во двор, мыли окна в подъезде, убирали старую листву. Сейчас это больше пережиток прошлого, какой-то рудимент или тоже существует? Это редкость, но безусловно это встречается. Дело в том, что часто даже это не призыв управляющей компании провести какие-то работы, приглашения жителей. Это часто просто инициатива самих собственников помещений в многоквартирном доме каким-то образом облагородить свою преддомовую территорию. Понятно, что законодательством закреплена прямая обязанность управляющей компании содержать общее имущество. Сложности могут часто возникать с какими-нибудь квартальными проездами, дворовыми, междворовыми проездами, которые не относятся ни к одному многоквартирному дому, они юридически являются либо муниципальной, либо частной землей. Но собственник земельного участка, либо муниципалитет, либо хозяин в виде частной структуры не всегда имеет возможности, ресурсы, может быть желание этот земельный участок убирать. Вот именно в этом моменте как раз и появляются инициативы жителей многоквартирных домов для того, чтобы с этим участком разобраться. Они, конечно, могли бы обратиться в надзорные органы, подождать, пока проведут проверку, пока выявляют нарушение, выдадут предписание, потом это предписание будет исполнено, но это там 3 месяца, 5 месяцев, полгода. Люди иногда не хотят этого делать и, конечно, объединяются для того, чтобы самостоятельно вот такие мероприятия провести. Что касается инициатив со стороны управляющих компаний, они действительно есть, они действительно приглашают жителей к мероприятиям, но, опять же, это не столько сама уборка при домовой территории, потому что управляющая компания не ведет себя настолько нагло, как правило, чтобы перекладывать свою обязанность по содержанию общего имущества на жителей, сколько приглашения к совместному труду, к совместной кооперации, чтобы у граждан было чувство сопричастности и соучастия в общем деле и, как следствие, несколько более бережное часто отношение к общему имуществу и к его состоянию и содержанию. Хорошо, ну, допустим, если меня никто не зовет, не управляющая компания, не кто-то еще, но я очень хочу поучаствовать, что делать такому человеку? Ну, вы можете, во-первых, сначала запланировать, что вы хотите сделать, потому что, конечно, может быть, высадить какие-то зеленые насаждения, может быть, провести какие-нибудь покрасочные работы, может быть, вы малоархитектурные формы хотите смастерить самостоятельно и установить их на придомовой территории. А первое, что вы хотите сделать, это определиться, что вы хотите сделать и заручиться поддержкой соседей. Второе, кто вместе с вами хочет сформировать эту инициативную группу? Второе, логично было бы обратиться, конечно, к вашей управляющей компании, либо ТСЖ. Причем вот такие инициативы, они в случае с ТСЖ наиболее распространены, потому что управляющая компания – это все же хозяйствующий субъект, который настроен и создан для того, чтобы получать прибыль. ТСЖ – это все-таки форма такого самоуправления, когда жители самостоятельно занимаются своим имуществом и своей придомовой территорией. Вы определились со своим намерением, вы определились с инициативной группой, которая хочет и имеет все возможности заниматься этим делом. Логично было бы расположить к себе управляющую компанию, привлечь ее и, соответственно, товарищество собственников жилья, если таковое управляет вашим домом. Для чего? Для того, чтобы получить дополнительные ресурсы. Может быть, инвентарь, может быть, какие-то расходные материалы, может быть, какой-то проект. И вот сформировав вот этот вот коллектив, этим коллективом все необходимые благоустройства и провести. То есть это не так сложно, как кажется? Вопрос желания. Тот, кто хочет, он всегда найдет возможность, но здесь важно, опять же, не забывать о том, что, если мы говорим про управляющие компании, то уборка, содержание придомовой территории – это их обязанность. Мы ежемесячно вносим плату на содержание и ремонт общего имущества, и управляющие организации ежемесячно эту услугу обязаны нам оказывать. И никакого мусора на придомовой территории быть не должно. Но все-таки вот это вот соучастие, сопричастность, она во многих многоквартирных домах имеет место, и управляющие организации для того, чтобы в том числе, может быть, повысить лояльность жителей, образовать такие, может быть, неформальные какие-то связи и коммуникации. Они организуют подобные мероприятия и тем самым налаживают отношения с клиентами, с жителями многоквартирных домов. Хорошо, Роман, вот я думаю, что нельзя не обсудить многолетнюю сезонную проблему. Это некоторые собачьи особенности, которые по весне проявляются из-под снега. Как вы думаете, как специалисты ЖКХ и вообще в этой сфере, со временем эта проблема решается, люди становятся цивилизованными? Конечно. Ну, первое, о чем надо сказать, нигде не сказано и не может быть сказано о том, что управляющая компания должна убирать за вашими домашними животными. Значит, обязанность эта лежит исключительно на владельцах домашних животных, и это исключительно вопрос личной культуры и воспитания, и ответственности владельца домашнего животного убирать за своим питомцем. Поэтому, что может сделать управляющая компания в этом деле для того, чтобы побудить жителей многоквартирного дома, тех, кто еще не проявляет должной сознательности, все-таки эту сознательность проявлять? Первое, ну, можно поставить объявление. Это такие таблички, которые мы часто видим, о том, что за своими домашними животными необходимо убирать. Второе, необходимо, то есть, что можно поставить? Можно поставить лотки с пакетами, либо урны для того, чтобы тоже ими могли пользоваться. То есть, так или иначе, создать минимальную инфраструктуру, которая владельцам домашних животных будет побуждать к более ответственному и конструктивному поведению. Но, в целом, я могу сказать, что во многих многоквартирных домах мы уже и у нас в доме, где я живу, и там, где у нас наша приемная работает. Я бы сказал, что подавляющее большинство владельцев домашних животных уже проявляют сознательность, и, как следствие, вот эта проблема, которая часто имеет место во дворах весной, она уже не столь явно выражена. Безусловно, еще есть, но это уже существенно меньше. Спасибо, Роман, это приятная новость, спасибо, что пришли к нам. С нами был Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль ЖКХ».